Приветствую вас! Янук Зарко Хрейдзе, один из фасилитаторов фонда Бергхоф. Мы продолжаем беседу на тему грузино-абхазского миротворческого диалога и продолжаем цикл передач «Искренние беседы». Вместе со мной сегодняшнюю встречу будут проводить фасилитаторы Лана Тотадзе и Кристина Чехладзе. Мы продолжаем цикл интервью. Сегодня мы будем слушать грузинские нарративные интервью человека, который вспоминает период войны. Сейчас я хочу предложить нашим гостям первый отрывок из этого эпизода. Мы ходили на переговоры и просили обменять трупы погибших. Тогда пришел один парень и сказал мне «Эти часы принадлежат вашему. Мне чужого ничего не надо». Отдал мне часы, хотел уйти и вдруг повернулся и сказал «Это были бравые парни. Воевали до последнего, и смерть встретили с песней. Я еле держался, чтобы не расплакаться. Не хотел, чтобы враг увидел мои слезы». Врагу показывают слезы, никому не хочется. Человек вспоминает войну. И когда говорит, он отдал мне часы, хотел уйти, и вдруг повернулся и сказал «Это были бравые парни. Воевали до последнего, и смерть встретили с песней». Так вспоминает этот человек Грузии на Абхазскую войну. Какие впечатления, какие эмоции вызывают у вас такого рода воспоминания? Искренне вам скажу, что это интервью действительно очень трудно слушать. Вы дали прослушать довольно тяжелый фрагмент из этого интервью, где люди непосредственно вспоминают войну. Это самый разгар войны, когда происходил уже обмен трупов героев войны. Соответственно, для меня это видео было очень волнующим. А с другой стороны, в каком-то смысле я как бы чувствую ответственность за погибших людей, принесших себя в жертву на этой войне. В этом фрагменте, несмотря на войну, видны отношения между Абхазами и Грузинами. Это интервью другого рода. Такое нигде не прочитаешь, когда бойцы вот так относятся друг к другу. Каковы твои впечатления, Кристина? Я рассматриваю этот фрагмент как отправную точку, потому что, несмотря на то, что в этой ситуации эти люди противостояли друг другу, все-таки они ценили, что их противники не боялись смерти, и что они сражались героически и были достойными людьми. Я увидела этот фрагмент в таком свете, и для меня это было очень эмоционально. Насколько были достигнуты цели, за которые эти люди сражались с обеих сторон. Стоило ли бороться за цель, которую они достигли, либо не достигли? В первую очередь скажу, что, по моему мнению, этой войны ни одна из сторон не достигла своей цели. Я хочу выделить следующее обстоятельство. Я впервые слышу интервью, в котором, несмотря на то, что люди находятся на противоположных позициях, они с достоинством, то есть не потеряли человеческие качества, и взаимным уважением относятся друг к другу. И второе, как бы это ни было удивительно, я как грузинка и как носитель грузинского нарратива могу сказать, что это первое интервью, в котором мы прямо называем абхазов врагами. Это мне запомнилось больше всего. Вот вы обратили внимание на этот компонент, потому что в этом интервью акцент делается на том, что человек проявил великодушие и возвратил вещи погибшего бойца. Он не забрал эти вещи, а возвратил их соратнику. Но вы обратили внимание, что в этом нарративе, в этом эпизоде человек сказал, что абхаз — враг. То есть упомянул как врага. Как вы думаете, абхазы действительно враги? Этот вопрос можно рассмотреть со многих точек зрения. В интервью он говорит, что речь шла об обмене трупов и что это представляло проблему. Возможно, когда тебе нужно получить труп, и ты не можешь вывезти его оттуда, это связано с преодолением каких-то препятствий, ты тоже, наверное, скажешь, что они враги. А вот это определение, что абхаз — враг, распространено ли в настоящее время в грузинском обществе? Есть ли люди, которые так считают сегодня? Каким-то образом, когда мы говорим об эмоциях, у меня возникло чувство внутреннего протеста из-за этого самого предложения, потому что, по крайней мере, грузины. Я, как недавно окончившая школу, могу сказать, что нас никогда не воспитывали с подобным нарративом. Мне никто никогда не говорил, что абхазы — враги. Хотя я могу сказать, что в Грузии есть категория людей, которая непосредственно принимала участие в этой битве, и абхазы для них являются носителями этого статуса. И можно сказать, что они считают их врагами. Хотя я могу сказать, что это лишь небольшая часть нашего общества. Если есть определенная категория людей, которые считают, что абхазы — враги, как ведется работа с такими людьми? Ведется ли беседа с такими людьми? Поскольку если исходишь из позиции, что абхазы — враги, тогда их борьба совершенно справедлива. Как эти две позиции сосуществуют в нашем современном обществе? Я также согласна с Ланой в том, что мы часто слышим, что абхазы — наши братья, и этот нарратив довольно распространен в Грузии, и что они были наши друзья, мы постоянно были вместе. Мы слышим это везде. Но, как правило, совершенно другая ситуация среди вынужденно перемещенных лиц, среди людей, кто лично пережил этот ужас. Я помню, на одной из встреч одна госпожа, вынужденно перемещенное лицо, она сказала, что когда они ушли оттуда, тогда закончилась ее жизнь, и что она здесь не может жить. Это означает, что все те, кто остались там, все для нее враги. Это могут быть абхазы, грузины и люди другой национальности, те, кто остались там. Я хочу предложить вам еще один эпизод из этого интервью, которое развивает и показывает этот процесс с другой точки зрения. Давайте послушаем этот эпизод. Это произвело на меня большое впечатление. Враг такой же воин, как и вы. Он тоже борется за идеалы. Он тоже думает, что защищает свою родину. Для него я был чужаком. У него возник простой вопрос. Что тебе, Тбилисцу? Нужно здесь. Мы сами тут разберемся. Почему врываешься к нам в дом? У меня, у Тбилисца, также возникли вопросы. Что нужно от меня, северокавказцам? Какому-то арабу? Почему они вторгаются на мою родину, убивают моих друзей? Почему? Кто-то лезет ко мне на родину и убивает моих друзей. За что? Как вы прослушали в этом отрывке, люди говорят о том, за что они воевали и что защищали. Абхазы говорили, что для них непонятно, зачем кто-то приехал из Тбилиси решать их местные проблемы. В то время как тбилисцы говорят о том, что почему северокавказцы приехали в Абхазию для решения какого-то вопроса. Насколько проблематичен этот контекст в процессе грузино-абхазского диалога? Это действительно проблематично, поскольку оба общества по-разному рассматривают указанный контекст. В грузинском обществе он рассматривается как границы внутри одного государства, в котором административные единицы не воспринимаются как разделенные. Лана, я понимаю, что вы говорите, что поехавшие туда грузины защищали свою родину и Абхазия подразумевалась под этой родиной. Я также понимаю, что абхазы считали, что борются за независимость. Им непонятно было, почему приехал кто-то из другого региона для решения каких-то вопросов по месту проживания Абхазов. Отсюда их упреки вынуждены перемещенным лицам. Когда они говорят, что те поддержали приехавших, в то время, как мы могли договориться между собой, этот процесс, сам этот нарратив, имеют ли право чужаки решать местные проблемы, либо северо-кавказцы поддерживать кого-либо. проблематичен ли этот вопрос для грузина-абхазского мирного диалога? Однозначно проблематичен, поскольку я думаю, что любая проблема должна решаться путем диалога в обществе, в котором существует раскол. Следовательно, насколько был исчерпан ресурс? Давайте рассмотрим следующий вопрос. Зачем потребовалась местным жителям определенная поддержка из центра для решения этнических, национальных вопросов? Почему им потребовалась эта поддержка извне, с другой стороны? Выскажу свое субъективное мнение для демонстрации силы. Результат показал, что это был неправильный подход. Соответственно, я думаю, что любого рода конфликт должен быть урегулирован в первую очередь в местном сообществе посредством мирного диалога, а не путем демонстрации силы. Что касается внешнего вмешательства, если мы, конечно, назовем это все внешним вмешательством, Кристина, в этом отрывке человек упоминает, что нас больше не объединяет определенное прошлое. За какие разные идеалы, по твоему мнению, боролись Абхазы и Грузины? Абхазы воевали за свою государственную зависимость, за родину. Грузины также сражались за родину, только за единую родину. Я как раз это подразумеваю. Это один и тот же идеал? Да, в реальности они оба сражались за родину, просто эту родину они понимали по-разному. Ладно, в грузином-абхазском мирном диалоге очень важную роль играет восприятие. По одному и тому же вопросу существуют различные восприятия. Например, у нас разные понятия родины. они также по-другому понимают родину. Как, по твоему мнению, мы можем эти различия с точки зрения восприятия соединить таким образом, чтобы как-то способствовать миротворчеству? В первую очередь, наверное, посредством прямого диалога. Потому что, если у нас не будет прямого диалога с абхазами, невозможно будет... О чем может быть диалог, если у нас разные восприятия? Об общем прошлом, через которое мы прошли в 90-е годы. В данном конкретном случае я подразумеваю войну. Потому что, если мы конкретно не рассмотрим, кто какую роль сыграл в эскалации этого конфликта и последующего его развития, мы, естественно, не сможем говорить о будущем. Поэтому мое личное мнение, что мы должны говорить прямо, непосредственно говорить о войне и все называть своим именем. То есть, вы говорите, что необходимо обязательно произвести оценку случившегося тогда конфликта. И после этой оценки мы должны продолжать двигаться вперед. Верно? Кристина, готово ли грузинское общество к этому диалогу? Я думаю, что в этом мы готовы. В чем-то готовы, а в чем-то нет. То же самое можно сказать и об абхазском обществе, поскольку в обеих обществах существуют стереотипы, которые необходимо разрушить, и существуют проблемы доверия, которые определенным образом существуют в обеих обществах. Вы считаете, что в настоящее время ни одна из сторон не готова к диалогу? Но когда они смогут быть готовы и сколько времени это займет? Я считаю, что они готовы к диалогу. Просто необходимо разрушить стереотипы и необходимо безусловное доверие, хотя бы во время интервью. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы прослушали и обсудили со мной этот эпизод. Я считаю, что это очень интересный и сложный эпизод, особенно когда рассказывает боец. В большинстве случаев такие эпизоды сложно выслушать не только с грузинской, но и с абхазской стороны. Спасибо, что вы пытались очень корректно говорить на эти темы, чтобы оба общества могли бы увидеть себя в этих беседах. И что самое главное, смогли бы увидеть перспективу, потому что и в этом эпизоде этот человек также показывает и перспективу, как мы и абхазы можем найти общий язык. Я думаю, что геройство, осознание Родины, уважение друг к другу лучше всего были видны в этих двух эпизодах. Еще раз хочу поблагодарить за обсуждение со мной этого очень сложного эпизода. Это в Тули эпизоде. Редактор субтитров Корректор А.